Наследие драконов Браузерная онлайн-игра, разработанная IT-территорией, которая вышла в 2006 году и живет до сих пор вот уже 16 лет. И поговорим мы о игре с Андреем Сидоровым, художником и геймдизайнером игры, который прямо сейчас здесь. Андрей, привет! Привет, привет! Геймдизайнер — это не совсем про меня, я в основном только за арт отвечал, но работал. Ну, это же важно, в принципе, в геймдизайне игры, арт, так что в какой-то степени все равно же геймдизайнер. Какой-то, да, какой-то небольшой. Ну, я, кстати, достаточно часто слышал от разработчиков, что любой человек, который занимается игрой, в какой-то степени геймдизайнер. Так, если совсем уж глубинно смотреть. Да, все мы в душе геймдизайнера. Да, да. Андрей, расскажи немножко про себя, пожалуйста. Кто ты такой? Я просто парень, который решил, что будет зарабатывать тем, что рисует картинки. Решил я это, находясь в университете на втором курсе. Как-то так случайно получилось, что в одной моей знакомой компании образовалась группа людей, которые устроились, опять же, вот в Ульяновске тогда еще я находился, в одну систему, которая занималась развитием образования онлайн. И там нужны были художники. Вот как-то так с этого началось. Но игры мне нравились всегда, и очень быстро я присоединился вот к этому движению делать картинки в игры. В институте, получается, на втором курсе. А на кого ты учился? На инженера радиотехника. Проектирование электронных средств моя специальность называлась. А как так получилось, что ты начал рисовать? Или ты начал рисовать уже давно, и просто вдруг так все сошлось, что вот оно пригодилось? Как-то как все, наверное, в тетрадках, на досуге, между делом. И вот когда тебе твое окружение говорит, что у тебя хорошо получается, ты это не бросаешь. Вот я как-то не бросал, не бросал, не бросал, а потом подумал, что, наверное, у меня действительно получается. Тогда, надо сказать, я заблуждался. Меня просто жалели меня, возможно, но тем не менее, этого хватило, чтобы я не бросил и продолжал заниматься. Как-то очень просто было. Я не учился специально этому. Ну, как правило, так обычно и получается. Это круто на самом деле. То есть, получается, вот вы пошли в эту платформу для образования, там нужно было рисовать картинки, как ты сказал. Это, получается, ты не стал заканчивать институт, или это было параллельно учебе? Ну, институт я таки не закончил. И это было уже, когда ты попал в геймдев, или еще не попал? Уже попал, да. Уже через пару лет, находясь еще студентом, будучи еще студентом, я попал в геймдев и уже рисовал для каких-то игр онлайн. Ну, то есть, находясь там у себя, на средней Волге, да, в Ульяновске. Я рисовал, даже не знаю, я, честно говоря, не помню названий тех студий, в которые рисовал, и мало помню те игры. Карнаж какой-то, по-моему, был, еще что-то. В основном браузерки различные, да, для них я делал, и потом бросил-бросил. Ну, это, получается, аутсорс, так называемый, сейчас, соответственно. Да, да, все верно. А как ты оказался в команде легенды, драконов? Это произошло уже сильно позже. В 2011 году я уже сменил там, наверное, пяток работ различных, рисовал в разных студиях и уже находился в Москве. Потому что, по-моему, в 2007 году меня вот выцепили знакомые, которые предложили здесь присоединиться к их компании. Тоже браузерная игра, не вышедшая, к сожалению. Ну, вот я сюда приехал, помотался, помотался, и в 2011 году мне предложили присоединиться уже к легенде. То есть, получается, ну, тебя захантили, получается? Ну, можно и так сказать, захантили через знакомого. Значит, захантили. Я называю это захантили. Это прикольно, кстати, потому что обычно все, кто рассказывают историю, как-то так получается, что вот этот период попадения в какую-то большую студию, он происходит как-то сам собой. Все такие, и тут я оказался там. И когда спрашиваешь, а как ты там оказался, обычно как-то, ну, вот так получилось. И, значит, после этого, или уже до этого, ты понял, что вот только геймдев и больше ничего не хочешь. Хочу геймдев. Совершенно нет, нет, не так было. Был момент, когда я решил, что все это ересь и неправильно, что игры ведут к деградациям. Такая личная депрессия связана с личными мотивами. И я на пару лет бросал действительно заниматься играми. Я решил, что на самом деле никогда к ним не вернусь. И буду там полиграфии, веб-студиях работать, еще где-нибудь. Но потом я пересмотрел свои взгляды, решил, что стоит продолжать. А почему так получилось? Почему ты сначала решил, что игры приводят к деградации, решил на них забить? Наверное, я очень ими увлекался и много времени на это тратил. Оценив весь тот пропущенный период жизни, когда я зависал в играх, подумал, что я мог бы это сделать более продуктивно, как-то использовать свою жизнь. Потом вот это настроение спустя пару лет прошло. Я, наверное, вылечился и решил, что в меру можно все. На самом деле, мне кажется, у всех, кто когда-то много играл в игры, был такой период. И у меня он тоже был. Но у меня он длился совсем немного. Я бы даже сказал, что он длился где-то час. Когда я такой оторвался что-то от компании, такой, что-то, можно же чем-то еще, наверное, заняться. А потом такой, не, буду игрожуром. И в итоге тоже, ну, довольно быстро решил продолжать заниматься. Правда, не геймдевом, соответственно, а вот этим вот самым игрожуром. Вот этот вот период, когда ты решил перестать, а потом вернулся, это было до драконов или уже во время драконов? До драконов, до драконов, да. До драконов. То есть, в какой-то степени драконы как раз тебя опять вернули на этот путь? Совершенно верно, да. Как раз из этого состояния я вышел прямиком в драконов. На самом деле, я не знал, куда я выхожу. Я просто пошел в геймстудию работать. Я не знал, что буду заниматься легендой наследия. А то есть, когда ты пришел, уже, получается, проект существовал, и ты присоединился к какой-то команде, или он только формировался, потому что ты говорил, что изначально в какой-то другой, да, ты проект шел вообще? Изначально в другой проект, в другом месте совершенно, в другой студии, да. Ну, да, проект уже существовал много лет. Он с 2006 года, по-моему, открыт, работает, да. А я в 11-м, а я в 11-м. А, то есть, уже 5 лет, получается, игра жила, существовала и функционировала. Да, но она жила до сих пор. Да, да, да. Это вот, кстати, да, тоже об этом поговорим. Я, на самом деле, удивился. Ну, то есть, я когда-то давно, естественно, слышал про наследие драконов, как раз где-то вот в 2007 году. Но у меня в тот момент даже интернета просто не было. Соответственно, я оценить не мог тогда прелести все. А ты, получается, когда присоединился, это вот прям был какой-то первый большой проект, или, ну, то есть, до этого это был такой аутсорс, или ты прям вот в студиях работал в студиях? Работал в студиях, да, тоже над такими амбициозными проектами. Почему-то они все заканчивались, не доходя до релиза. Но там тоже было где поучиться, было где набрасываться опыта. То есть, я пришел уже, понимая, что мне предстоит, понимая, что я буду делать, там, в этом плане вопросов не возникало. Ну, то есть, я, на самом деле, хотел спросить, почему именно браузерка и почему в тот момент ведь они только начинали становиться популярными. Но раз ты пришел туда позже, то, наверное, ты не особо знаешь какой-то вообще бизнес-лайн проекта изначально. Ты же уже пришел, получается, когда он был на месте, или есть какое-то представление, почему эта игра вообще родилась, откуда она взялась? Я знаю, мне это рассказывали, что был отток игроков после бойцовского клуба, а не как-то, когда он закрылся, бойцовский клуб. Вся вот эта масса игроков жаждала новых приключений, да. И тогда произошла вот эта лютая конкуренция за души, когда множество студий включились в эту гонку, и в том числе «Легенда наследия драконов». А бойцовский клуб, я просто сделаю ремарку тогда, может быть, кто-то из слушателей не знает, это тоже браузерная игра, которая вообще, если я не ошибаюсь, где-то совсем на заре 2000-х, там 2002-й или 2003-й она появилась, и была тоже мегапопулярной. Вот, и большая доля игроков в итоге в дворе, да, мы внутри компании эту игру называли двор, я даже не знаю почему. Ну вот не легенда, а как-то так сокращали. Я даже не понимаю, от чего это происходит, это сокращение. Ну, так вот. В дворе в «Легенде» большая доля первоначальных игроков была оттуда, из бальцовского клуба. Почему браузерки? Мне кажется, потому что браузерки просто доступны. Не нужно как-то сильно нагружать себя входом, потому что легкий вход с любого офисного компьютера ты можешь играть. Наверное, дело в этом. Ну, а она была на какую аудиторию рассчитана? Получается, людей как раз каких-то офисных работников, которые после работы или в перерыв зашли, потыкались немножко, потом вышли. Ну, то есть такая достаточно казуальная аудитория, не хардкорная. Да, думаю, что да. Думаю, что да. То есть люди, которые сидят в офисе, проводят день и решили на время отвлечься, погонять, что-то поделать, какую-то активность в игре провести. И получается, на тот момент конкурентов-то... Ну, вот если бойцовский клуб закрылся, получается, и конкуренты-то вообще были какие-то или их особо-то и не было? Ну, прям какие-то глобальные, известные, чтобы действительно конкуренты? Или легенда была таким огромным китом, которого подвинуть-то особо и некому было? Насчет конкурентов я сказать не могу точно, потому что я вот как раз браузерками на тот момент совсем не увлекался, ну, работал, да, но в основном мои-то игры были другого. Три половинных масштабов? Другого уже. Да, да, три половинных масштабов того, что играл я. Поэтому не знаю, но думаю, что какие-то безусловно были, но кто подвинет мейл на тот момент, я даже представлю себе могу. Да и на этот, на самом деле, момент, это так-то, если подумать, в принципе, во всяком случае, здесь. Я непосредственно хочу спросить тебя про работу, но сначала, раз уж ты упомянул игры, в которые ты играл, вот какой для тебя самый классный год был по играм? Вот вообще, когда самые крутые игры выходили, по-твоему? Да какой год был? Наверное, двенадцатый. Вот когда Skyrim вышел? По-моему, двенадцатого, двенадцатого, если я не ошибаюсь, как раз. Да, 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 как-то так. Вот, наверное, тогда я мог себе позволить играть. Я был не женат и без детей. А, в одиннадцатом, в одиннадцатом, скорее в одиннадцатом. Одиннадцатого, одиннадцатого, одиннадцатого. Чуть-чуть я ошибся, да, сейчас прогуглю. Так, на месяц. Ну, как-то так, да. Видимо, вот в этот период, с одиннадцатого по двенадцатый год, я как-то запомнил, что имел возможность этим заниматься, и игры были неплохие. То есть на работе занимался наследием драконов, а дома играл в Skyrim. Звучит неплохо, на самом деле. Как-то так. Ну, у меня просто любимый год, это вообще 2005-й. То есть когда там Most Wanted выходил, Fear, вот только-только Half-Life вышел. Вот те времена. Но это, кстати, прикольно. Когда компания Ubisoft только начинала разработку третьей части Far Cry, васа среди персонажей не было. Прообразом для помощника главного антагониста был персонаж с прозвищем Бык. Это был высокий, лысый, мускулистый мужчина, покрытый татуировками и шрамами. Бык также был слепым на левый глаз, а в носу носил серебряное кольцо. После прослушивания актера озвучки, Быка поменяли на другого персонажа, Пиро. Этот вариант уже был больше похож на Васа, но теперь левая половина его тела была покрыта ожогами, а волосы имели рыжеватый оттенок. Сочетание имени и внешности отсылало к любви персонажа к поджогам, а после окончательного утверждения Майкла Мэндо на роль появился культовый вас Монтенегро, чей монолог о безумии считается легендарным. Персонаж получился харизматичным безумцем, который плохо связывает слова, скачет от темы к теме и отпускает нецензурные шутки. Внешне вас походит на Майкла Мэндо, актера, который занимался озвучкой и отыгрышем реплик персонажа. Однако для поддержания бандитского и безумного вида ему добавили некоторые отличительные детали. Например, большие глаза постоянно излучают безумие, на левой стороне лица васа шрам, который рассекает бровь, прическа черный ирокез. Одежда у персонажа простая и комфортная для разбоев. Темно-красная майка, возможно, чтобы не было заметно ранений и крови, потертые серые штаны и грязные ботинки, признак того, что он постоянно работает в пыли. Вас вернулся в первом официальном дополнении к игре Far Cry 6 вас безумие, но уже в качестве главного героя, за которого игрокам предстоит сыграть. Far Cry 3 — мультиплатформенная видеоигра в жанре шутер с элементами RPG. Сама игра, как и все персонажи, включая Вааса, создана в 3D. Приходилось ли вам рисовать персонажа? Создать иллюстрацию, соблюсти композицию, построить свет и тень — все это может стать непосильной задачей. Намного проще и интереснее решать ее вместе с ментором на курсе «Цифровая иллюстрация. Персонаж» онлайн-школы CG Lab. Полученные знания применимы в создании графики и иллюстраций для игр, кино и рекламы. Если у вас есть опыт в 2D и 3D, упорядочите знания и прокачайтесь точечно. Если же опыта нет, то получите в свое распоряжение систему знаний и крепкую базу для дальнейшего развития. Чтобы сделать иллюстрацию со своим персонажем или фан-арт на полюбившегося героя, переходи по ссылке в описании. А по работе. Как происходит, например, работа над локациями в браузерах? Ну, то есть, в чем вообще заключалась твоя работа? Давай так, давай вот издалека немножко начнем. Вот ты приходишь на работу, что ты там делаешь? Это же в офисе было, ты, получается, ходил в офис. Удаленка как таковой, наверное, особо еще и не была прям распространена. Была, но не приветствовалась, да. Ну, вот приходишь ты с утра в офис. Что происходит дальше? Что было дальше? Открываю свою задачку, внимательно пару раз ее перечитываю. Поскольку я сонный и никакой еще, я бросаю это дело, иду, пью кофе, возвращаюсь, еще пару раз перечитываю. А дальше, если все понятно, то приступаю к выполнению. Просто, как правило, задачи в браузерах очень шаблонные. Ты либо взял там пак иконок, его начинаешь разрабатывать, делать. Это похоже на работу у конвейера, наверное. Можно так сказать. Даже так? Каждый день одно и то же, да. Каждый день одно и то же. Если задача интересная, нестандартная, то ты сначала дико радуешься, потом пытаешься ее сделать, а потом начинаешь спрашивать у коллег. Или, например, идешь к гем-дизайнерам, спрашиваешь, все ли я правильно понял, что тут написано. Тут написано, что он стоит на вершине, смотрит вдаль, плащ развивается, и все это в лучах розового солнца. Я так придумываю, например. Но это, условно, ты говоришь про какую-нибудь обложку, про арт какой-то в меню. Иллюстрация какая-то. Вот, да, иллюстрацию, правильно. То есть это ты про иллюстрацию говоришь. Это как раз нестандартная была штука, когда тебе приносят описание, чего нужно, и ты, получается, это рисуешь уже с кетчем каким-то, и потом уже это все прорабатывается. Да, все верно. А вот шаблонная задача. Вот ты упоминал какой-то пак иконок, то есть, условно, тебе падает задача, задача, там, нужны такие-то иконки, там, для чего-то. И ты просто их как-то по шаблонам делал, или как это работало? Да, да, есть разработанные шаблоны, в которых все выверено, все должно быть максимально повторено на всем поддержании процесса. То есть у тебя там стандартизированные рамки, стандартизированные эффекты на иконках, чтобы ты минимум времени тратил на ее производство, потому что, ну, на этом действительно можно сэкономить рабочий ресурс, наверное, так правильно сказать, чтобы... Человек и часы. Человек и часы, действительно. Да. Те самые рутинные задачи. Блин, звучит на самом деле... Вроде бы не очень круто это звучит, откровенно говоря. И в большинстве своем именно в этом и заключалась работа. То есть работа над браузерными играми, над... Не знаю, можно ли, наверное... Наверное, сейчас аналоги это мобильные игры в какой-то степени. Все-таки браузерные игры сейчас уже не настолько популярны. А так везде? Так, думаю, что да, везде, да. 80% всего времени на работе ты занимаешься вот такой работой. Если ты супер-специалист, какой-то супер-уникальный художник, которого не заменить, то твои задачи будут большим разнообразием отличаться. Но тоже очень много рутины. Но это, наверное, уже даже ближе к дизайну, да? Там, скорее, что-то будет. То есть уже, наверное, проработка как раз этих шаблонов. Или я неправильно... Ну, там проработка каких-то сложных концепций. Допустим, какое-то развитие игра подразумевает, да? Там, не знаю, куча новых локаций предполагается в игру внедрить. И ты занимаешься концептингом этих локаций. Это интересно. То есть ты не можешь не шаблонно мыслить. Ты можешь размахнуться вот своей креативностью во всю шерсть, да? Потому что чем лучше ты вот накреативишь на концептах, тем в итоге после ряда итераций это попадет в игру уже сильно сглаженным и сильно подрастерявшим свою креативность. Ну, так устроен просто рабочий процесс. От концепта в продакшн попадает далеко не все. Вот там что-то приходится на каждом этапе, на этапе 3D, на этапе какой-то доработки в финальной картинке отрывать. И этого как бы не избежать. Поэтому художник-концептер, он делает свою работу с таким... С дополнительным замахом, что называется. Он предполагает, что впоследствии вся эта значительная красота, которую он тут напридумал, так или иначе подрастеряется. Короче, нужно 5 раз нажать на кнопку в фотошопе, чтобы было красиво, и в итоге оставят одно нажатие на кнопку, остальное уберут, условно говоря. Ну, как-то так, да. А вообще, как часто прилетали какие-то именно задачи на креатив? Или в драконах их было вообще не очень много? То есть, бывали какие-то там, не знаю, брейнштормы, когда созывают, значит... Сколько вообще человек работало над проектом в тот момент? Точно не знаю. Художников около 15 человек, если вот и тех, что на аутсорсе были, считать. В целом комату, наверное, можно на 5 умножать от этой цифры. А бывали какие-то брейнштормы именно с художниками, или художники друг с другом особо и не взаимодействовали никак? То есть, условно, вот там одному дают задачу нарисовать иконки, другому там персонажа, и они друг с другом особо никак и не контактируют. Или все-таки какие-то взаимодействия-то там были? Нет, обязательно взаимодействовали, да. Поскольку еще и рядом все сидим, плечом к плечу, тут без этого никак. Так или иначе, даже если ты не очень взаимодействуешь, даже если это такой бук, и не хочешь ни с кем разговаривать, придет твой арт-лид и скажет, он поговорил с тем, он эту штуку делал или еще что-то в этом роде. То есть, есть те люди, которые специально озабочены тем, чтобы все друг с другом разговаривали. И решали эти вопросы с глазу на глаз, даже не с глазу на глаз, а в рамках команды какой-то. И брейнштормы точно были. И с геймдизайнерами мы все это обсуждали. И с 3D-шниками, и все вместе разом тоже. То есть, все-таки даже в браузерных играх, даже в каких-то коммерческих художники свои идеи вполне себе какие-то толкать могут. Визуальные, и к ним могут прислушаться, и в итоге сделать так, как подсказали художники, правильно? Да, конечно, могут. Если аргументированно высказывают, свои мысли доносит, то, конечно, да. У меня, на самом деле, еще вопрос про саму игру. Вот на удивление, так как я не застал ее на пике своего величия, во-первых, я с удивлением узнал, что, оказывается, она все еще есть, оказывается, там выходят апдейты, оказывается, там еще что-то происходит, и, оказывается, люди делают по ней какой-то контент. То есть до сих пор что-то снимают какие-то блогеры, до сих пор появляются какие-то вот там видосики. И вот, а за счет чего это продолжает жить уже, получается, 16 лет? Можешь мне на этот вопрос ответить? Когда я там работал, я тоже удивлялся вот этой сумасшедшей активности вокруг игры, и на тот момент за это отвечали люди, которых мы называли админы. Я уже не знаю, как это сейчас устроено там компанией. СММ-чик, может быть? Нет-нет-нет, это именно админ. Это человек, он на все руки мастер. Их несколько, там, человек, по-моему, около 10, наверное, их было таких ребят, которые и в игре присутствовали постоянно, и на вопросы игроков отвечали, и как-то лорд дорабатывали, разрабатывали, и вот все сразу. То есть, они как-то погружены целиком, практически жили этой игрой, и одновременно устраивали различные активности вне, в оффлайне или в онлайне, конкурс на персонажку, конкурс на лучший костюм, конкурс на то да сё. На сходке они тоже людей созывали. По-моему, они, но не факт, не кручусь, может, еще кто-то за это отвечал. Ну, то есть, вот такие люди от игры. Ну, звучит, в принципе, как комьюнити-менеджер, только прям такой, левел-хай. Ну, наверное, так, да-да. Наверное, да. У нас в компании их называли почему-то админами, я тоже удивлялся, откуда этот странный нейминг, не знаю, но ладно. Все к нему привыкли просто тогда. А ты сам бывал на сходках игроков? Нет, не бывал, каждый год их пропускал. Они, по-моему, происходили в сентябре. В сентябре или в октябре каждый раз нас всех приглашали, приглашали разработчиков туда. Ну, вот я пару раз послушал про истории, которые там происходили. Ну, то есть, там все нормально, все цивилизовано просто. Так, ну, ты можешь рассказать эти истории или не стоит? Поскольку я их в пересказах, наверное, не стоит. Я что-нибудь совру еще от себя, напридумаю. Ну, ладно, ну, ладно. А то вдруг кто-то, кто участвовал в этой истории, послушает, скажешь, что все было по-другому. Я просто боялся, даже не боялся. Было такое опасение, что вот я попаду туда, такой розовенький, бедненький разработчик туда, а меня спросит, а ты кто? А я художник. Ага, ну вот, пошли-ка ты с нами. Давай я сюда заходи. Сейчас мы себе нальем, а потом я вот в раж в кого-нибудь войду или еще что-нибудь и в глупую историю попаду. Вот этого я боялся действительно. Почему-то, да. Ну, на всякий случай, на всякий случай надо бояться, мне кажется. Ну, то есть в итоге так ты ни разу и не был. В итоге как-то пропускал, да. Слушай, а ты до, получается, до какого года работал? Сколько лет всего над легендами? В итоге шесть лет. Шесть лет? В семнадцатом году, по-моему, да. Почти шесть, да. В семнадцатом году я ушел. А сейчас ты где, если не секрет? Чем занимаешься? Сейчас работаю в студии, которая, даже не студия, школа, школу, которую организовала моя супруга. Снимается она обучением художников 2D, 3D направленности. И вот вместе с ней мы создаем курсы, пишем их, обучаем студентов. То есть уже не геймдев получается? Ну, уже не совсем геймдев, да. Уже скорее образование. А вот если у тебя будет возможность вернуться в геймдев, но не в браузерную игру, не в мобильную, а вот прям в какой-нибудь ААА-проект. Ну, не Skyrim, конечно, но условно там. Да хотя нет, почему? Вдруг Bethesda выложит, значит, какой-нибудь конкурс для художников, и ты такой, о, я могу. Пошел бы или не пошел бы? Пошел бы, потому что я чувствую необходимость в том, чтобы немножко держать руку на пульсе этой индустрии. И когда ты из нее выпал, через некоторое время чувствуешь, что, наверное, даже не навык пропадает, а что-то там происходит, какое-то развитие, а ты его не ощущаешь. Поэтому я бы пошел. Только вот именно для этого, для того, чтобы понять, что на данный момент актуально. То есть просто, чтобы держать руку на пульсе, никаких там желаний приложить кисть какой-нибудь большой ААА-игре легендарной, такого нету? Наверное, есть, но я вот, честно говоря, об этом не думал. В основном я, да, про то, чтобы как специалисту не пропасть. Вот это вот так на это смотрим. Слушай, ну, опять же, специалистом же можно быть для разных целей. Можно быть специалистом, чтобы зарабатывать деньги, а можно быть специалистом, чтобы зарабатывать деньги и создавать что-то, ну, назовем это великое искусство. Ну, можно в кавычках, можно не в кавычках. Вот смотри, ты не задумывался, а я тебе в голову эту мысль, получается, так немножечко напомнил, что в Скорим же ты наверняка до утра сидел, играл. Это пару суток я мог пропадать там легко. Ну вот, вот. Потому что, несмотря на то, что легенда «Наследие драконов» это явно была очень популярная штука, и до сих пор там какие-то ивенты проводятся, то есть до сих пор люди в нее играют, я так понял, что со стороны вот именно художников и, наверное, разработчиков, это все-таки была такая прям рабочая история. То есть прям вот работа, на которую приходишь, делаешь эту работу, и потом особо уже и не задумаешься, что там происходит. У меня вот такое ощущение возникло. Это правда или я не прав? Ну, в общем, да. В общем, правда. Мы, конечно, каждый из нас имел аккаунт в игре, и нам требовалось для того, чтобы понимать, там, периодически заходить, играть. Я не знаю, насколько добросовестно выполняли другие ребята эту работу, но я не очень добросовестно. Ну, так раз в неделю я там что-то делал, какую-то активность смотрел, ну и там ходил туда-сюда. То есть чтобы вот жить и думать об игре постоянно, да, и как-то вдохновляться ей, такого вот лично у меня не было. Но это, может быть, просто моя такая история. Возможно, возможно. Ну, в любом случае, на самом деле, я не знаю, как конкретно сейчас, все-таки сейчас время такое, но вот я знаю, что огромное количество художников из России, из стран СНГ, например, делает какие-то ассеты или какие-то иллюстрации для больших ААА игр. Ну, то есть вот там для Electronic Arts, например, для Apex Legion ребята вроде бы из России многое рисуют, например. Очень часто художники для каких-то больших трипл-игр что-то рисуют на аутсорсе, и это прикольная штука. Я, к сожалению, не художник. В этом плане тебе повезло больше. Так что мне кажется, что... Не знаю, я бы на твоем месте обязательно в какой-нибудь большой, крутой тайтл попробовал все-таки попасть. То, что вот ты рассказываешь, и я такой, а я бы попробовал, например. Ну, может быть, почему бы нет. Сложная конкуренция такая. Все же научились рисовать, все стали крутыми. И попасть в крупный тайтл сложно. Это правда. Но в любом случае, как минимум, мне кажется, клевый опыт, потому что мало кто работал над суперпопулярной браузеркой в России. Ну, то есть особенно достаточно легендарной. Потому что я, когда начал изучать, реально оказалось, что игра вообще живее всех живых. Ну, как живее всех живых? Понятно, что я так думаю, что каким-то прям популярным тайтлом она сейчас оба конкуренции не составит. Но уже тот факт, что игра 16 лет живет, это, мне кажется, прям показатель. И там же наверняка все еще есть твоя работа внутри этого проекта. Думаю, что да. Да, конечно, есть. Я так понимаю, еще там очень много социалки какой-то. Знаешь, вот когда люди не только там приходят в игру каждый день, чтобы там ресурсы собрать, они там пары заводят, женятся там, как-то так, да. Какие-то бизнес-вопросы решают. То есть там она позволяет все это делать. Видимо, инструментарий такой обширный, что всем этим там можно в том числе и заниматься. Это на самом деле довольно большая проблема, что... Ну, то есть я, например, я небольшой поклонник ММО всегда был. Для меня это было достаточно чуждо, как раз потому, что у меня интернет появился, ну, в принципе, довольно поздно. То есть я ходил там в компьютерные клубы, понятно, играл там в какой-нибудь Half-Life первый, в Control немножко, вот. Но я слышал такую точку зрения, и она довольно интересная, что, например, раньше в том же World of Warcraft, чтобы пойти в какой-нибудь рейд, тебе нужно было в городе, значит, в чате написать, найти людей, которые с тобой пойдут, найти остальных ребят, дойти до этого рейда. И там, пока это все происходит, это несколько часов длится, вы там уже общаетесь, знакомитесь и так далее. А теперь нужно нажать одну кнопку, там найти рейд, и у тебя таких же людей, которые ищут вас вместе, закидывают в этот рейд, вы его проходите, даже, ну, друг друга и не узнаете совсем. А тогда же интернет только появился, и таких удобных кнопок не было, И вот как раз браузерки, да, это скорее такая социальная история была, и плюс довольно новая, интересная. У меня есть несколько знакомых, которые реально познакомились в какой-нибудь там линейке, например, и даже пары какие-то действительно есть, и семьи уже даже. И семьи, и дети, да, согласен, да. А у тебя тоже какая-то такая история? Нет, у меня нет, но у меня тоже из моих коллег на работе несколько было таких случаев, когда там находили, допустим, на тех же сходках, да, себе знакомых, и создавали с ними реальные семьи. Ну, это, по-моему, очень круто. То есть, в итоге получается, что вот легенда – это не просто браузерка, да, которая для кого-то работа, для кого-то кликер условный, а в принципе место, где люди себе находили супругов, супругов, и супруг время неправильно склонять. И это классно, это классно. Особенно классно, что ты к этому всему приложил непосредственно свою руку. Это офигенно. Я думаю, что на сегодня, наверное, хватит. Андрей, спасибо большое, что ты сегодня к нам заскочил, что мы с тобой пообщались, и я тебе желаю большой удачи и больших творческих успехов. Спасибо за все, за внимание, не знаю, за то, что пригласили. Спасибо, действительно приятно. Я вот тебя бы спросил о твоих дальнейших планах, если у тебя таковые имеются. Да как? Сейчас уже появились, да. Буду устраивать какой-нибудь крупный тайтл. Я придумал. Вот, это правильно. Это хороший план. Это хороший план. Спасибо еще раз большое, что заскочил. И на этом будем на сегодня заканчивать. Ставьте лайки на всех платформах. Обязательно комментируйте, делитесь с друзьями. С вами был Семен Окараков. В гостях был Андрей Сидоров. И до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok